Привет, друзья и коллеги по хобби. Видео снято при поддержке магазина Экориф. Экориф это отличнейший магазин по морской аквариумистике, в котором вы найдете крутейшие кораллы, топовое оборудование и всевозможную химию и корма для содержания вашего морского аквариума. Ссылочку на этот магазин я оставлю в описании. Сегодня у меня на обзоре помпа Max 5 Jump. Это помпа широкого потока, младшая в линейке. Надпись 2K говорит о том, что это 2000 галлонов в час. На литр это приблизительно 7000 литров в час. Сразу хочу сказать, помпа не новая в том плане, что она выпущена уже где-то 2 года назад. И, честно говоря, я уже давно пускаю слюни на эту помпу. Так что обзор может быть слегка необъективным, потому что она мне уже изначально нравится. Что касается технических характеристик, ну, спецификации по, скажем, габаритам. Длина этой помпы 223 миллиметра, ширина вместе с магнитом 72 миллиметра. Толщина помпы 38 миллиметров. Толщина стекла, на которой она сможет крепиться, 15 миллиметров. Ну что, наверное, приступим к распаковке данной коробочки. Коробка довольно большая для помпы течения. Итак, что же нас тут встречает с вами? Извиняюсь за звук. Инструкция подробная, но, как обычно, кстати, эта инструкция еще и гарантийный талон. Как обычно, ничего на русском нету, учите английский, но тут все прям подробно написано по настройкам этого контроллера. Кстати, хочется отметить, да, помпа управляется не через приложение, а через контроллер. Но, в отличие от других помп, которые управляются через контроллер, там настроек доядрений матери, так скажем. Так, убираем эту мягенькую фигуренку. И что у нас тут встречает? Так, давайте-ка я уберу контроллер с большим дисплеем, с колесом прокрутки, три кнопки, то есть по центру кнопка нажимается, выбор режимов, включение-выключение. Также на каждую кнопку при определенном нажатии, несколько секунд если держать, открывается какой-то там свой режим работы. По комплектухе два дополнительных импеллера и одна заглушечка. Одну заглушечку я расскажу попозже, для чего она. Так, соответственно блок питания у нас с длинным проводом, как вы это обычно любите про длину провода спросить, да. Хотя на самом деле это немаловажный фактор именно для помп, светильников, для всего оборудования. Если провод короткий, то ну такое себе удовольствие, да. Сетевой провод и сама помпа. Так, помпа-помпа. Как видим, помпа довольно компактная, но ее можно сделать еще более компактной. Если у вас совсем маленький аквариум, но при этом вам хочется такую помпу. В комплектации у нас идет одна вот такая заглушечка. Грубо говоря, мы один ротор убираем, ставим заглушечку и вуаля у нас мини-помпа для мини-аквариумов. По-моему, круто придумали. Да, вы скажете, типа, нафига мне тогда такая двойная помпа переплачивать, но это вариативность. Вы переплачиваете именно за вариативность. Также, в отличие от китайских копий, хочется заметить, тут на каждом импеллере резиночка своего цвета. То есть на этом красная, на другом зеленая. И также подписана сторона А и Б. Скажем, на китайских аналогов такого нет. Вы можете перепутать роторы и удивиться, а почему помпа дует не в ту сторону. Тут все подписано, так скажем, для дураков. Так, сейчас мы ее оденем. О, встала. Также забыл сказать то, что у нас в комплектации. Два ротора, точнее, импеллера черного цвета, более классические. И также, если у вас есть в аквариуме какая-то маленькая живность, которую может засосать в помпу, у нас есть такая вот, скажем, мешочек такой. И вы можете эту защиту надеть на помпу. То есть вот эта вот сеточка, если вам видно, то есть сюда даже улиточка теперь не пролезет. Да, вы скажете, что это может немножечко снижать мощность помпы. Да, но при этом никакая дурацкая улитка помпу не заклинит и не будет жужжать. То есть производитель об этом позаботился. Да, скорее всего, наверное, эта защита недолговечная. И со временем она просто выйдет из строя. Но, я думаю, аналоги можно найти в любом строительном магазине. Либо в каком-нибудь продуктовом сеточку можно где-нибудь купить. Но хорошо, что производитель позаботился об этом. Итак, что касается магнита, давайте посмотрим. Помимо магнита, то есть эта помпа крепится на такую толстенькую резину, которая гасит вибрации. То есть крепление у нее только вот в этих двух местах. Ничего с двух сторон еще помпу не держит. То есть помпа довольно такая малогабаритная по сравнению с китайскими аналогами. Просто у меня у самого установлена помпа джибао такого же формата. И вот это смотрится куда менее громоздкой, чем тот же самый джибао. Так, по магниту. Магнит сильный, да. Я уверен, что на пятнашке он точно будет держаться. Действительно сильный магнит. Ну и вот то, что касается вот этих вот резиновых держалочек для помпы, да. Это офигительно в том плане, что помпа будет меньше передавать вибрации на стекло. И, соответственно, она будет тише работать. Так, теперь давайте я вам расскажу про режимы работы этой помпы. Тут, короче, ну я уже показывал, все написано, как что настраивать и какие режимы. Режим постоянный. То есть помпа дует постоянно. Это есть у всех помп. Режим пульсации. Тоже есть режим пульсации практически у всех помп. Градуированный режим пульсации. То есть сначала первая волна, допустим, идет у вас на 20%, следующая на 30%, следующая на 40%, на 50%, на 60%. И потом в обратном порядке. То есть каждую волну увеличивает на 10%. Такого я у других помп не видел. Рандомный режим тоже есть практически у всех помп. И альтернатива, реверсивный режим. Альтернативный режим, это когда, допустим, помпа дует сначала в одну сторону на какой-то мощности и потом в обратную сторону на ту же мощность, на которую вы ее настроите. Допустим, на 70% дует вперед, потом в реверсивном режиме дует на 30% мощности. То есть как вы захотите, так она и будет дуть. Фишка в том, что когда помпа прогоняет по всей длине аквариума воду, под ней может скапливаться большое количество грязи всякой. А именно вот эта помпа получается так, что она может обратно продувать под себя. И при этом всю эту грязь, поднимая воду, и, скажем, эта грязь будет улетучиваться сам. Это очень классная штука. У других помп такой фишки, к сожалению, нет. Ну что, друзья, я думаю, хватит разговоров, пора переходить к делу. Пойдемте установим ее на мой аквариум. Погнали! Включен режим волны. Вот на контроллере у нас кнопочка меню, кнопочка включения, колесо прокрутки и кнопочка выбора. В данный момент у нас работает волна на 100%. Так, как нам выбрать? Допустим, тут у нас получается, это режим градуированной волны, это рандомный режим. Сейчас мигает рандомный режим. Просто волна. Режим постоянный и типа альтернативный режим. Выбираем, допустим, его. Это скорость в минус, которая в реверс пойдет 30%. Давайте ее до сотки поставим. Это время ускорения до 100%. Это режим паузы, по-моему. Так, это мощность в обычном режиме. Это тоже режим замедления 4 секунды. А это режим набора мощности. Да, вот это вот пауза 2 секунды, а вот это режим набора мощности. То есть время выставляем. Все. Вот у нас этот режим включен. И контроллер нам показывает, в каком процентном соотношении мощности сейчас помпа работает. По эуфилиям можете наблюдать, достаточное течение или нет. Вот сейчас в минус пошло. Но минус, грубо говоря, она дует процентов на 10 всего. Вон там, вон по зонтам можете увидеть. Еле-еле. Вот это меня немножечко разочаровывает. Я думаю, она в обратном режиме все-таки будет сильнее дуть. Но такое уж расположение лопастей. Видимо, это больше не для течения обратного сделано, а на всякий случай, наверное, для улиток, чтобы в другую сторону их иногда вышибало. Так, сейчас она в паузе стоит. Вот в минус пошла. Видно, да? Сейчас в плюс пошла дуть. И вот это режим у нас альтернативный, так сказать. Для того, чтобы выбрать нам другой режим, нажимаем кнопочку меню и выбираем, допустим, градуированная волна. Мощность также ставим 100%. А 0,4 секунды делаем, наверное, даже 0,6 где-то, 0,7 поставим. Все, выбрали. Вот у нас градуированная волна. Видно, да, как процент мощности растет со временем. То есть начинается с более маленькой мощности и поднимается постепенно до 100%. Но именно с каждой волной, а не плавно. Это тоже очень интересный режим. Но хочу сказать сразу, что вот этой помпы, мне кажется, все-таки для моего аквариума маловато. Да, потому что это вот сейчас она хорошо дует. Но со временем, через месяц-два, она немножечко подзарастет, да, и будет обдувать слабже. Поэтому, я думаю, лучше брать такие помпы все-таки с запасом. Так, дальше. Выбираем, допустим, режим. Это у нас режим рандомный. Ну да, давайте его. То есть вот она сейчас дует на 60%. Через какое-то время она сменит режим. На 10%. На 20%. Ну и так далее в разных режимах. То постоянный режим, то волна, то еще какой-нибудь. Ну, это, соответственно, рандомный режим так работает. Просто волна. Также мы выбираем мощность и паузу. Минимальная пауза – это 0,4 секунды. Выбираем. Опять же, обратите внимание на эуфилии. Какое у них там течение. Даже с такой небольшой помпы в этой стороне аквариума хорошее течение. Ну и также можно здесь наблюдать по мягким кораллам, что здесь тоже есть течение. То есть оно идет поверху и обратно возвращается. Но, естественно, здесь гораздо меньше течения, чем вот здесь. Также в этом контроллере зажимаем кнопочку вот эту смену режима. Держим 3 секунды. У нас меняется режим на автоматический. И тут мы уже можем задавать суточный цикл. То есть у нас вот здесь есть TP – это Time Point, точка во времени. То есть мы выставили время. Допустим, выбираем третью Time Point. Она у нас тут еще не забита. Выбрали. И выбираем время, в какое у нас будет. Давайте, допустим, в 13.30 у нас этот режим включится. И выбираем, в какой режим в это время включится. Любой из этих режимов, какой нам удобно. Ну, давайте, допустим, градуированная волна. Выбираем. Ну, также у нас сотку поставим. Ну, паузу давайте чуть побольше поставим. Секунду, допустим. Да, хоба. Все, Time Point мы выбрали. И у нас градуируем… А, сейчас у нас по времени другой режим работает. Точно. То есть этот контроллер может задавать суточный цикл течения. То есть мне тот, который мы выбрали, а в течение дня абсолютно разный можно задавать. Ну, и также переходим в мануальный режим. Зажимаем кнопочку. И выбираем уже просто тот режим, который мы хотим. Ну, давайте режим постоянный. Ой, не, не, не. Не тот режим. Постоянный. Все, выбрали. На сто процентов вот она сейчас работает. Я думаю, по колебанию кораллов вам понятно, с какой мощностью дует эта помпа. Довольно не слабо. То есть вот на сто процентах мощности она в данный момент работает. Также режим кормления у нас мы просто нажимаем на кнопочку Power. И все, у нас включен режим кормления на 10 минут. Еще раз нажали, режим кормления выключен. В заключении хочется сказать выводы по этой помпе. Да, ну, вы, наверное, уже и сами догадываетесь, эта помпа мне нравится. Я давно положил на нее глаз. Правда, эту помпу я не купил, а просто взял на обзор. Минусов у нее, ну, наверное, только один. То, что вот этот вот реверсивный режим работает сладенько. То есть он выдает, ну, максимум, там, процентов 10 течения от обычного режима. И все-таки он, наверное, не для того сделан, чтобы течением из-под низа помпы что-то выдувать. А просто, скажем, вышвыривать улиточек в обратном направлении. В целом помпа классная, она бесшумная. Контроллер настраивает все, что только можно. Суточный цикл, когда, где и на сколько процентов, какой режим будет работать, все это настраивается. Супер. Да, придется потыркать пальчиками. Но это того стоит. Помпа офигительная. Определенно, я могу советовать ее к покупке. Мне она понравилась. Ну, что, друзья, я надеюсь, вам понравился этот обзор, и он был для вас полезен. Если да, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и оставляйте ваши комментарии. Если вам понравилась эта помпа, вы знаете, где ее можно купить. В магазине Экориф. Ссылочку на него я оставлю в описании. Ну, а мы, как обычно, увидимся в следующем видеоролике. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok